Добрый день, меня зовут Юлия Иванова, я детский писатель и сегодня прочитаю свою самую первую и самую любимую сказку, которая называется «Волшебные краски». Больше всего на свете девочка Аня любила рисовать. Она рисовала везде, карандашами и красками в альбомах, мелками на асфальте, пальцем на запотешем окне и просто палочкой по песку. И вот однажды Ане подарили необыкновенные краски в пластиковой коробочке с кисточкой и на них было написано «Волшебные». «Мама, а почему они волшебные?» спросила Аня. «А вот попробуй порисовать и узнаешь», улыбнулась мама. И Аня попробовала. Нарисовала на белом листе бумаги собаку с большими голубыми глазами и раскрасила ее в зеленый цвет. А потом добавила желтые полоски на спинку. Веселая получилась собачка. «Будешь бутявкой», решила Аня и засмеялась. Очень ей имя понравилось. Она решила подправить немножко мордочку, только поднесла кисточку с краской. Как бутявка сморщилась и громко чихнула. Аня от неожиданности даже кисточку уронила. А собачка деловито сошла с бумаги и завиляла хвостом. «Привет!» «Ты откуда взялась?» изумилась Аня. «Вот чудачка, ты ж меня сама только что нарисовала и даже имя дала. Бутявка». «И разговаривать ты умеешь?» продолжала удивляться Аня. «Конечно умею», деловито ответила зеленая собака, а потом прошлась по комнате и принюхалась. «У тебя тут хорошо пахнет», сказала она, «красками и бумагой». «Ты что, художница?» «Я просто люблю рисовать», сказала Аня, но ей было очень приятно, что ее назвали художницей. Бутявка попросила, «а ты не могла бы мне нарисовать что-нибудь вкусненькое? Косточку, например, или котлетку, или сосиску?» «Попробую», сказала Аня, и нарисовала в альбоме большую розовую сосиску. «О, как вкусно пахнет», восхитилась Бутявка и схватила сосиску зубами. Та легко оторвалась от бумаги, как будто и не была нарисована. На бумаге даже остался след, как будто сосиска лежала там и ждала, пока ее съедят. «Вот это да», сказала Аня, «значит, краски и вправду волшебные». «Конечно волшебные», подтвердила Бутявка, с аппетитом поедая угощений. Затем она облизнулась, довольно потянулась, разминая лапы. «Ну, а теперь было бы неплохо прогуляться», сказала она. «Мы можем пойти во двор», предложила Аня, «и краски возьмем с собой, я попробую там еще что-нибудь нарисовать». Аня отпросилась у мамы погулять и вышла с Бутявкой на улицу. Анина семья жила в большом доме, который был построен совсем недавно. Ничего не было вокруг, кроме голого пустыря и кучи строительного мусора. Ни деревьев, ни детской площадки, ни даже самых простеньких качелей. Детям совсем негде играть. Но сегодня Аня выбежала на улицу с особенно радостным настроением. Еще бы, у нее была говорящая зеленая собака, а в руках волшебные краски. «Ну что», сказала Аня, «с чего начнем?» «А с чего ж тут начинать?» – разочарованно протянула Бутявка, «ведь тут совсем скучно и некрасиво». «Там, где мы раньше жили, был парк, и можно было гулять среди деревьев». «Было небольшое озеро, и можно было кормить уток», – вздохнув, сказала Аня. «А ты не рассказывай, ты лучше нарисуй», – попросила Бутявка. «Нарисуй все то, что ты хотела мне только что рассказать». «Хорошо, я попробую», – сказала Аня. «Только как?» «А ты представь, что перед тобой большой-большой лист бумаги и рисуй». Они остановились с Бутявкой прямо в центре пустыря, среди голой земли и строительного мусора. «Ну что ж, начнем», – решительно сказала Аня и взмахнула кисточкой. Сначала она нарисовала дерево, самое обыкновенное дерево, с веточками и листьями. Но не успела Аня сделать несколько взмахов кисточкой, как дерево стало расти само, словно помогая девочке закончить рисунок. Появлялись новые веточки, вытягивались вверх, на них набухали почки. Не прошло и нескольких минут, как посреди пустыря выросло красивое дерево с ярко-зелеными листьями. Красота восхитилась Бутявкой, бросилась обнюхивать ствол дерева. «Да, здорово получилось», – согласилась Аня и продолжила рисовать. Одно за другим на площадке выросло еще несколько деревьев. И чем больше она рисовала, тем лучше у нее это получалось. Теперь стоило ей только провести первую черточку и представить себе, что она будет рисовать дальше, как рисунок сам себя дорисовывал. Это было так удивительно, что Аня совсем осмелела и стала украшать деревья фруктами, цветами и ягодами. Бутявка с восторгом носилась среди нового парка, звонко лаяла и помогала Ане советами. «Нарисуй конфетное дерево», – предложила она. И Аня украсила одно дерево леденцами, ирисками и шоколадными конфетами. «Ух ты!» – Путявка в восторге принялась подпрыгивать, пытаясь дотянуться до самой большой конфеты. Но как она ни старалась, достать конфету не получалось. «Да что же это такое?» – возмутилась собака. «Столько конфет и ни одну не достать!» Тогда Аня специально для нее быстро нарисовала небольшой кустик, усыпанный разноцветными сахарными шариками. Довольная Бутявка тут же радостно захрустилась сладким лакомством. Тем временем скучающие во дворе мальчишки и девчонки заметили, что происходит что-то очень интересное, и потянулись в необычный парк. Они увидели конфетное дерево и столпились вокруг. Дотянуться до конфет было, правда, непросто. Но разве можно быть на свете более увлекательное занятие, чем залезть на дерево и сорвать оттуда несколько конфет? А малыши столпились у сахарного кустика. Аня продолжала творить. Из-под ее кисточки стали выпархивать разноцветные бабочки, одна красивей другой. Большие и маленькие, яркие и нежные, с причудливыми узорами на крыльях. Они взлетали в небо и кружились над деревьями. Девочка посмотрела вокруг. Чего же еще не хватает? Цветов не хватает. Аня принялась за дело, разрисовывая голубыми, розовыми, ярко-оранжевыми и фиолетовыми цветками кучи строительного мусора. По парку поплыли удивительные цветочные ароматы. Зажужжали пчелы, запели птицы. Кругом закипела жизнь во всем своем волшебно-красочном разнообразии. Аня нарисовала трех белок, и они весело запрыгали по деревьям. Бутявка, наевшись с сахарных шариков, носилась внизу и пыталась подружиться с белками, но те стали кидаться в нее шишками и конфетами. И еще хихикали. Такие вот веселые получились белки. Потом Аня придумала для них ореховое дерево, и они с восторгом уселись на ветках и стали грызть орешки. Дети столпились внизу, показывая на белок пальцами и смеялись. Кто-то протянул им сахарный шарик, но те предпочли орехи. А девочке хотелось рисовать. И снова рисовать. Один взмах кисточки, и вот посреди парка раскинулся небольшой пруд с чистой прозрачной водой. Еще взмах, и по воде, красиво выгибая длинные тонкие шеи, поплыли лебеди. Белые, черные, оранжевые и голубые. Еще взмах, и через пруд перекинулся резной деревянный мостик, а вокруг пруда выросла ограда, чтобы маленькие дети случайно не сорвались в воду. Аня, оценивающая, окинула взглядом все, что получилось, и решила, что здесь не хватает скамеек. И быстро их нарисовала с удобными сидениями, узорчатыми спинками и навесами от дождя. Теперь и дедушкам, и бабушкам было где посидеть и подышать свежим воздухом. Бутявка вбежала на мост, и, свесив вниз голову, заглянула в воду. Ух ты, тут в воде кто-то есть, сказала она. Кто это там есть, удивилась Аня и тоже взбежала на мост. Она взглянула вниз и увидела, что в воде под мостом неспешно кружат большие рыбины. Я их не рисовала, сказала Аня, я про них только подумала. Значит, ты великий художник, похвалила ее Бутявка. Аня даже покраснела от такой похвалы и спустилась с моста, чтобы рисовать дальше. Дети наелись конфет и теперь сидели на скамейках под деревьями и с нетерпением ожидали, что же будет дальше. Аня смутилась от всеобщего внимания и подумала, что было бы неплохо их чем-нибудь занять. Она нашла в парке пустую полянку и для начала нарисовала маленький деревянный теремок. Потом качели и карусели, детскую песочницу с лопатками и ведрами для самых маленьких. А затем немного подумала и изобразила небольшой поезд с вагончиками, который ездил по кругу и катал всех совершенно бесплатно. Восторгу ребят не было предела, они всей гурбой забежали в поезд и повысовывались из окон. Белки сидели на крыше, а Бутявка запрыгнула в кабину машиниста. Паровозик дал веселый пронзительный гудок и поезд тронулся. Ура! Закричали пассажиры. Когда поезд скрылся среди деревьев, Аня придумала устроить еще один сюрприз. На берегу озера она нарисовала большую открытую беседку с круглым столом посередине, а на столе все самое вкусное, что только могло прийти в голову. Когда поезд объехав круг вернулся, дети выскочили из него и бросились в беседку. Тут было так много всяких аппетитных вещей, что они даже не знали с чего начать. Ведь Аня нарисовала пироги, пирожные, фрукты и ягоды, шоколадное мороженое и разноцветное желе в вазочках, а для собаки целую тарелку сосисок. Бутявка бросилась к Ане и стала лизать ей лицо и изо всех сил махать хвостом. «Знаешь, ты сейчас похожа на самую обыкновенную собаку, а не на волшебную», – сказала Аня. «Конечно, если забыть, что зеленых собак не бывает». Это был такой веселый день. Дети играли среди деревьев, кормили белок, катались на поезде и просто болтали лежа в траве. Никто и не заметил, как настал вечер, и родители позвали всех домой. Прощаясь до завтра, ребята благодарили Аню за прекрасный день, за парк и за детскую площадку, и еще за то, что все они так здорово подружились. И никогда в жизни девочка еще не была так счастлива. Дома мама удивленно спросила, «Что с тобой, доченька, ты сегодня так поздно?» И усталая Аня рассказала маме обо всем, что случилось с ней сегодня. А мама внимательно слушала и удивлялась, а потом подошла к окну, чтобы взглянуть на сказочный парк. Но ничего не увидела, потому что уже было очень темно. «Как жалко!» — сказала она. «Это ничего, мама!» — утешила ее Аня. «Ты сможешь увидеть его завтра. Зато я могу познакомить тебя с Бутявкой. Хочешь?» «Конечно, зови ее!» — сказала мама. Но собачки почему-то нигде не было видно. «Бутявка, ты где?» — позвала Аня. И тут увидела, что собачка сладко спит, свернувшись калачиком в ногах Аниной кровати. Девочке стало жаль ее будить. Она вернулась на кухню и сказала маме, что Бутявка очень устала и уже спит. «Тогда и тебе пора спать!» — ласково сказала мама. И Аня отправилась в постель. Она заснула так крепко, что не слышала, как ночью разразилась сильная буря. Ветер и дождь хлистали в окна, с неба лились потоки воды, грохотал гром и сверкали молнии. Девочка спала и обнимала свою волшебную собаку. А Бутявка водила во сне ушами, шевелила лапами и морщила нос. Утром гроза стихла, но дождь по-прежнему лил, как из ведра. Аня стояла у окна, смотрела на серую стену воды, и ее переполняли нехорошие предчувствия. Когда дождь наконец закончился, она надела резиновые сапоги и побежала на улицу. И застыла прямо около подъезда. Бутявка, которая выскочила следом за ней, тоже остановилась. Там, где вчера раскинулся прекрасный волшебный парк, ничего не было. Снова вокруг только пустырь и куча строительного мусора. И только в больших грязных лужах иногда лопались разноцветные пузыри. Волшебную краску смыла дождем. Аня не могла поверить своим глазам, а Бутявка старательно обнюхала лужу, откуда на нее смотрело зелено-полосатое отражение. Тяф-тяф, там еще одна Бутявка! Аня повернулась и закричала, «Стой, Бутявка, нельзя!» Но было уже поздно. Волшебная собачка потрогала лапой отражения, и Аня с ужасом увидела, что краска начала таять. «Кап-кап-кап!» потекли в лужу зеленые капли. Аня подскочила к Бутявке, схватила ее на руки и со всех ног бросилась домой. Бутявка испуганно скулила. Девочка взлетела вверх по лестнице и прямо в резиновых сапогах вбежала в свою комнату. Бросилась к столу, на котором вчера вечером оставила коробочку с красками, а красок там не было. «Мама!» – закричала Аня. «Мама, где мои краски?» «Дочка, ты вчера так много рисовала, что они закончились?» – растерянно развела руками мама. «Что же случилось?» «Моя Бутявка намочила лапу, и теперь она растает!» – рыдала Аня, закрыв лицо руками. Мама посмотрела на запачканную зеленой краской куртку, на перепуганное существо, которое лежало на руках у Ани, и сразу все поняла. На то она и была мамой, чтобы все понимать. Мама скрылась на кухне и вернулась с коробкой волшебных красок. Они действительно закончились, и только на самом донышке осталось чуточку черной краски. Этот цвет Аня использовала вчера меньше всего. Мама взяла кисточку и нарисовала Бутявке новую лапу, а заодно подправила хвостик. И теперь Бутявка была зеленая, с черной лапой и черным пятнышком на хвосте. Собачка тут же повеселела и принялась лизать Ане лицо, языком вытирая слезы. «Боюсь, что теперь она не такая красивая, как раньше, ведь я не умею так хорошо рисовать, как моя дочь», — улыбнулась мама. «Мама, она просто замечательная, и ты тоже!» Аня обняла маму крепко-крепко, а собачка подошла к своей спасительнице и лизнула ей руку в знак признательности. Когда все немножко пришли в себя, Аня рассказала маме, что случилось с ее волшебным парком. «От него осталось только мокрое место», — сказала она. «Жаль, что я его так и не увидела», — грустно сказала мама. Весь день они с Бутявкой стояли у окна и смотрели, как дети, с которыми они играли вчера, один за одним появляются из подъездов со своими родителями и тянут тех к пустырю. Они махали руками, что-то говорили, указывали на разноцветные лужи. Родители только недоверчиво качали головами. И хотя на следующее утро было солнечно, лужи почти высохли, Аня снова не вышла на улицу. Мама заметила это и спросила, «А что же вы с Бутявкой не идете погулять?» Тогда Аня призналась, что очень боится за свою волшебную собаку. «А что, если она снова попадет в лужу? Или вдруг пойдет дождь, а мы не успеем спрятаться? Ведь волшебные краски закончились». Бутявка согласна, тявкнула и задрожала от страха. «Я подумаю, что можно сделать», сказала мама и принялась за работу. Весь день она что-то резала, краила, строчила. А поздно вечером заглянула в комнату дочки и весело сказала, «Готово!» «Что готово?» Хором спросили Аня и Бутявка. «Водонепроницаемый скафандр», торжественно объявила мама. Она сшила для Бутявки комбинезон из водоотталкивающей ткани, который защищал от воды лапы, спину, живот, хвост и даже имел капюшон, чтобы спрятать туда голову, если начнется дождь. «Теперь тебе вода не страшна», сказала мама, застегивая на собачке молнию. «И завтра можете спокойно идти гулять, тем более, что у нас во дворе происходит кое-что очень интересное». На следующий день, едва позавтракав, Аня и ее собачка в скафандре выбежали на улицу и удивленно переглянулись. На пустыре, где Аня несколько дней назад рисовала свой волшебный парк, что-то изменилось. За то время, пока Аня и Бутявка просидели дома, опасаясь воды, все жители, воодушевленные рассказами своих детей о чудесном волшебном парке собрались вместе и решили построить здесь детскую площадку. Заказали трактор, который расчистил пустырь и выровнял поверхность земли. Дальше за дело принялись папы. Для начала они решили поставить песочницу и качели. Потом посмотрели, как хорошо получается и построили теремок. А еще смастерили скамейки и расставили их вокруг площадки, чтобы можно было отдохнуть. Мамы и бабушки тоже постарались. Они разбили красивые клумбы и засадили их цветами. Потом привезли саженцы деревьев и все принялись за посадку. К счастью, веселые белки, которых нарисовала Аня, оказались целы. Когда грянули первые раскаты грома, они спрятались под козырьком подъезда и спокойно просидели там несколько дней. И теперь белки вернулись в парк и радостно запрыгали по настоящим деревьям. Специально для них сколотили прочный деревянный домик, и теперь никакой дождь был им не страшен. Строительство детской площадки шло полным ходом. И пусть дело двигалось не так быстро, как при помощи волшебства. Ведь деревьям еще предстояло вырасти, цветам распуститься, а птицам и бабочкам полюбить это место. Зато все получалось добротно и аккуратно. Взрослые и дети сотворили чудо своими руками. И все точно знали, что горки, качели, цветы и деревья не растают на дождя. А в память о волшебных красках у Ани остались счастливые воспоминания и веселое зеленое существо с черной лапой, похожее на собаку. Ну и, конечно, еще беззаботные белки, которые с удовольствием играли с детьми и с не меньшим удовольствием забрасывали шишками собак. Конец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok